Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок развития личности. А тема нашего урока – действия в чрезвычайных ситуациях. Наш с вами на сегодня девиз – думай быстро, действуй четко. Знают взрослые и дети, что ценнее всего на свете – безопасность и здоровье, жизни – главное условие. Скажу откровенно, опасности вокруг нас хватает, и вся хитрость состоит в том, чтобы их знать и уметь избежать в трудную минуту. Ведь во всем мире и в нашей стране ежедневно гибнут люди, оказавшиеся в разнообразных опасных ситуациях. А что же это за ситуации и как себя в них вести? На эти вопросы мы и ответим сегодня. Чрезвычайная ситуация. Крупномасштабная ситуация, которая приводит к нарушению нормальной жизни, а иногда к гибели людей, уничтожению материальных ценностей. Существуют группы чрезвычайных ситуаций. Первая группа – природного характера. В нее входят стихийные бедствия, извержения вулкана, землетрясения, наводнения. Вторая группа – техногенного характера. В нее входят аварии, связанные с техникой, взрывы химических объектов, выбросы радиоактивных веществ. Третья группа – социальные или социогенные. В них входит нестабильная политическая обстановка в обществе, теракты, война. И, наконец, последняя, четвертая группа – биолога социального характера. В нее входят карантинные и особо опасные инфекции. Пример тому – коронавирус. Мы сегодня узнали, какими бывают чрезвычайные ситуации. Теперь мы подумаем, как необходимо себя вести. Наши действия во время землетрясения. Если вы находитесь в невысоком здании, то лучше покинуть его. Выбегайте быстро, но осторожно. Остерегайтесь падающих предметов. Находясь на верхних этажах многоэтажного здания, не бросайтесь к лестницам и лифтам. Не пытайтесь выпрыгнуть из окна. Оставайтесь в здании, быстро займите наиболее безопасное место в помещении. Под прочной мебелью в дверном проеме капитальных стен, либо в углу комнаты. Не поддавайтесь панике. Как действовать во время наводнения? По сигналу оповещения об угрозе наводнения выходите или выезжайте из опасной зоны. Если выйти невозможно, до прибытия помощи находитесь на верхних этажах и крышах зданий. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, соблюдением мер предосторожности переходите в плавательное средство. Чтобы не быть пораженным бурей или ураганом, надо вести себя следующим образом. Отключить телевизор и другие электрические приборы. Закрыть окна и двери. Помнить, что середина комнаты – это самое надежное место. Не пытайтесь спрятаться за деревьями. И еще раз, самое главное – ни в коем случае не поддавайтесь панике. Помни, о приближении стихийных бедствий сообщают заранее, чтобы люди могли подготовиться. К способам оповещения населения об угрозах чрезвычайной ситуации относятся радио, телевидение, телефон, сирены и тому подобное устройство. А сейчас мы будем с вами разгадывать загадки. Закачался в доме пол и поехал к стенке стол. Треск раздался, а потом вдруг затрясся весь наш дом. Так почти в одно мгновение началось… Что же, ребята, началось? Правильно, землетрясение. Волны мчатся в быстром беге, закипит пучина вод, и покатится на берег, все затопит, все зальет. И кварталы городские превратятся в острова, поплывут меж них людские вещи, бочки и дрова. Что же это, ребята? Правильно, это наводнение. И последняя загадка. Лес качается, скрипит, стонет, воет и хрипит. Из чужих далеких стран перелетел к нам… Кто прилетел к нам, ребята? Ураган! Молодцы! Вы замечательно справляетесь с заданиями. Ну что же, на этом наш урок подошел к концу. Здоровья вам и вашим близким. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!